Друзья, всем добрый день. Я, пожалуй, начну свою презентацию, о чем хочу сегодня поговорить, о том, как тратить на решение бизнес-задач за счет облачной команды на 80% меньше ресурсов. Почему мы говорим об облачной команде? Началось все чуть раньше. На самом деле мы уже лет 7, наверное, ездим на конференции, рассказываем о том, что у нас команда постепенно перетекает в удаленную. Мы нанимаем удаленных специалистов, и я всегда призывала, друзья, переключайтесь на удаленных специалистов. Это же выгодно, это же удобно, потому что из любого, даже небольшого городка, вы можете найти на удаленке классного специалиста, и это будет нормально по бюджету. И вот до 2020 года все так и было. Удаленные специалисты были классным выходом и классной альтернативой штатным сотрудникам. Но мне всегда отвечали, удаленные сотрудники для нас сложно, нам нужно перестраивать бизнес-процессы и так далее, и так далее. Ну, наступил 20-й год, наступила пандемия, случилась массовая удаленка, и бизнес-процессы как-то сами собой перестроились, ну, потому что вариантов уже было, не было у компаний, поэтому начались перестройки бизнес-процессов во многих компаниях, и многие перешли на удаленщиков. Что произошло в этот момент с рынком труда удаленщиков, и что делать дальше нам? Компания, оставаться ли на штатных сотрудниках, развивать ли удаленную команду, или же пользоваться мощностями облачных команд, о которых я сегодня хочу вам рассказать, вот об этом сегодня и поговорим. Зовут меня Екатерина Кутюкова, я продакт-менеджер компании Мирафокс и фриланс-маркетплейса Кворк. Кворк у нас запустился 6 лет назад, и на самом деле сначала у нас было много штатных. Но постепенно, и запустили мы, кстати говоря, его шестью человеками команды, у нас было всего 6 человек. Но потом мы начали набирать команду, команда очень сильно за эти 6 лет разрослась, сейчас у нас почти 100 человек в команде, и это все удаленщики. Мы полностью перешли на удаленных сотрудников. Но даже не об этом сегодня пойдет речь, а о том, что кроме наших 100 сотрудников, мы используем очень активно мощности фрилансеров, собирая их в облачные команды, и очень круто экономим бюджет. В конце покажу кейсы, а сейчас немножечко все-таки про историю удаленки и облачных команд. Если раньше мы считали, что удаленщики выгодны, а так оно и было, потому что на удаленке ценник был ниже, не нужно было брать удаленного специалиста в штат, платить за него налоги и так далее, потому что он, скорее всего, и платит налоги сам. И плюс у нас был доступ к огромному количеству людей из разных регионов, и мы могли там, будучи в Москве и Питере, совершенно спокойно нанимать человека из какого-то небольшого городка и платить ему зарплату в три раза ниже московской, то сейчас, в 2020-2021 году, у нас пошла тенденция на очень большую конкуренцию на рынке удаленных сотрудников. Очень сильно подросли зарплаты. Вот, например, график, где показан рост зарплаты на специалистов уровня сеньор, то есть на самых топовых специалистов, подросли очень сильно удержание сотрудников текущим работодателям. То есть сотрудники начали оставаться в компаниях, в которых сейчас работают. Если раньше из 10 кандидатов один, из 10 офферов, которые вы делали, один оставался на рабочем месте, на том, на котором он до вас работал, то сейчас контр-офферы успешно у трех сотрудников. То есть получается, что нам в три раза больше надо офферов сделать, чтобы сотрудников нанять. Соответственно, процесс найма на удаленке усложняется. Ну и воронка, на самом деле, тоже очень сильно. Это еще 20-й год. А на самом деле в 2021 году мы еще не мерили, но у нас бывает по некоторым вакансиям воронка даже не 500 кандидатов на одного сотрудника, а 2000 кандидатов на одного сотрудника. Особенно, если мы говорим про топовых специалистов. И о чем это нам говорит? Сейчас удаленщиков нанимать совсем непросто, как раньше. И совсем недешево, потому что приходится перебивать ставки других компаний, которые для себя тоже открыли рынок удаленки. Вообще, откуда появилась эта проблема? У нас всегда был большой спрос на наших специалистов, особенно IT-специалистов, со стороны международных компаний. Это было всегда, но в момент, когда появилась пандемия во всем мире, соответственно, этот спрос вырос. Кроме прочего, в России начали развиваться крупные IT-экосистемы. Там Сбер, Яндекс, Тинькофф и так далее. Начали очень активно привлекать к себе IT-специалистов и просто, грубо говоря, выбрали весь рынок. Все самые топовые специалисты ушли работать к ним. И сейчас остальным компаниям, не таким крупным, приходится практически воевать за классных сотрудников. Отсюда растут зарплаты, отсюда растет воронка и намного усложняется процесс найма. Ну и, конечно же, наша повсеместная удаленка, переход из оффлайна в онлайн. И демографическая яма, которой мы будем в ближайшие несколько лет жить, тоже сделала свое дело и, соответственно, повлияла на то, что рынок удаленки сейчас не такой выгодный. Что же нам теперь делать в 2022 году? На самом деле многие задумываются над этим, и мы тоже над этим задумываемся, потому что сейчас расширять нашу команду нам сложно, и мы понимаем прекрасно, что мы будем продолжать работать с фрилансерами. Благо мы это уже делаем, и, наверное, послужило причиной то, что мы в 2016 году запустили фриланс-маркетплейс и, конечно же, начали пользоваться услугами своих фрилансеров. Но мы придумали в том числе собирать этих фрилансеров в облачные команды и выстраивать бизнес-процессы, работать с ними так, чтобы они нам решали большую часть задач, а мы, соответственно, на наших удаленщиков отправляли уже те задачи, которые не могут решить фрилансеры. Если посмотреть на статистику, готовы формировать облачные команды почти половина компаний. Ну, облачные и удаленные, здесь на самом деле опрос был больше про удаленные и про работу с фрилансерами, то есть там не разделялось вот это вот. Поэтому большинство работодателей на самом деле уже готовы к тому, чтобы нанимать удаленных и работать с фрилансерами. Раньше для многих, особенно для крупных компаний, фриланс был неким табу. Сейчас фриланс выходит в большие тренды. И к фрилансерам обращаются даже самые крупные компании. И вот то, что мы увидели, это наши данные. Мы увидели за первый год пандемии резкий рост регистрации на фриланс-бирже. И самое интересное, что не только фрилансеры зарегистрировались. То есть, ну, было бы закономерно, да, если бы фрилансеры зарегистрировались, потому что, да, там пандемия, увольнение, сокращение и так далее. И действительно, люди, кто потерял работу, приходят на фриланс. Это логично. Но самое интересное, что из заказчиков почти вдвое приросло. То есть вот фрилансеров 128% и заказчиков 93%. Это такая х2 практически и тех, и тех. А это значит, что компании понимают, что им нужно решать задачи. Нужно решать задачи минимальным бюджетом, в быстрые сроки, куда идти на фриланс. И поэтому в 2022 году тренд на облачные команды, который на самом деле появился чуть раньше, и в 2020 году он уже был, но он только набирал обороты. И мы всегда тренды на самом деле забираем с запада. На западе тренд на работу с фрилансерами и на формирование облачных команд уже в самом разгаре. У нас он только начинается. И в 2022 году он будет очень массовым. Что такое облачная команда? Ну, как мы для себя это определяем? Мы определяем облачную команду как резервный штат из фрилансеров, которых можно привлечь к решению любой задачи в какой-то конкретный момент времени. То есть вы собираете команду из фрилансеров, тестируете их, смотрите на их компетенции, как они выполняют задачки, и договариваетесь с ними, что в какой-то момент времени вы им задачу пришлете. Все. По факту облачная команда отличается от удаленной тем, что специалист не постоянно на вас работает. Вы к нему обращаетесь тогда, когда у вас есть задача. И это как раз экономит огромное количество денег, потому что вы платите только за результат. Кроме этого, какие есть еще преимущества у облачной команды? Вы можете платить только за результат, нанимать только на конкретные задачи. Ну и самое главное, пожалуй, мне всегда кажется, что с облачными командами очень круто можно врываться вперед. Тогда, когда вам нужно сделать объемную задачу, на кейсах я, кстати, это покажу, и со штатным специалистом или с удаленным специалистом, который у вас занят фуллтайм, вы бы эту задачу делали долго, потому что он один или два. А задачу надо сделать быстро, большой объем, но нанимать еще специалистов вы не готовы, потому что не будете же вы их держать потом, когда задача закончится. И получается, что один специалист будет эту задачу делать 3-4 месяца. В то же время вы можете фрилансерам это распараллелить, отдать нескольким фрилансерам частично эти задачи, и они вам это сделают быстрее, за две недели, за месяц. То есть вы очень гибко можете работать над объемными задачами. Вот это, на мой взгляд, даже не в дешевизне тут плюс, а именно в такой гибкости, когда можно быстро решать задачи, подбирать специалистов и распараллеливать процессы. Вот это, на самом деле, вот этим мы пользуемся. Ну, наверное, это тот секрет, который помог Кворк за два года буквально выйти в лидеры ниши, обогнать всех конкурентов на фриланс-рынке, даже самых-самых известных и популярных. Делюсь алгоритмом создания облачной команды. Это то, как мы собираем облачную команду, мы именно. На самом деле тут все просто, но для многих, ну, может быть, это для меня просто, да, потому что я с фрилансерами работаю лет 10 уже, если не больше. И для меня работать с фрилансерами не составляет никакого труда. Однако же я достаточно часто встречаю людей, особенно людей из тех, кто только недавно стартовал бизнес. Они еще справляются нормально с наймом в штат или с наймом на удаленку, но работать с фрилансерами для них почему-то сложно, потому что там немного другие нюансы, немного другой процесс найма, потому что, ну, там нет возможности позволить себе длительный процесс отбора, тестирования и так далее. Это и не нужно. С фрилансерами мы работаем всегда через тестовое задание. Поэтому делюсь алгоритмом, может быть, пригодится. Что мы делаем? Сначала мы разбираемся, какие именно специалисты нам нужны, какую задачу мы с ними будем решать. Может быть, нам нужно написать быстро много текстов на сайт или нам нужны дизайнеры. Вот, например, мы первые 4 года существования проекта вообще, у нас не было ни одного дизайнера, об этом я расскажу в кейсах тоже. Либо нам нужно, например, сделать мобильное приложение, нам нужна там мультикоманда из мультиспециалистов. То есть не из одного специалиста, а из нескольких разных специалистов. Соответственно, мы прописываем требования и критерии к этим специалистам, кто нам нужен, какие задачи он должен уметь решать. Это не формат вакансий, да, полноценный, потому что мы здесь не должны терять большое количество времени на проработке вакансий, там, в длительном отборе. Нам нужно набрать много специалистов и просто проверить их на реальных задачах. Вот такой вот как бы формат. Дальше мы формируем тестовое задание. Тестовое задание всегда формируется из реальных ваших задач. Если это дизайнер и вы хотите подобрать себе нескольких дизайнеров, которые смогут с вами в дальнейшем работать, то выбирайте те задачи, которые вам нужно в ближайшее время сделать. Лендинг, сайт оформить, баннеры сделать, креативы для рекламы и так далее. Соответственно, это и будет тестовым заданием для того, чтобы вы могли проверить фрилансера в бою. Дальше мы подбираем кандидатов, идем на фриланс-биржу, выбираем тех, кто формально подходит нам по критериям. Например, мы не хотим работать с теми, у кого много отрицательных отзывов, мы не хотим работать с теми, у кого нет нужных нам компетенций. Соответственно, мы сразу же сужаем подборку фрилансеров и выбираем только тех, кто максимально нам подходит. После этого, например, если нам нужно 2-3 фрилансера найти, мы отдаем 10, ну где-то, знаете, на одну вакансию, грубо говоря, мы даем троим задания тестовые. Из трех мы собираем одного. Бывает больше, бывает меньше. Но в целом вот примерно такое соотношение. Например, мы отправляем 10 фрилансерам задачку и ждем от них результата. После того, как они присылают нам результаты, мы смотрим, кто как справился. Бывает, что мы отправляем им вторую задачку. Ну, то есть тем, кто нам больше всего понравился, мы отправляем вторую задачку и еще смотрим второй раз. Ну, это тогда, когда нам нужно уточнить какие-то моменты. Что после этого? По сути, те, кто справился хорошо, они идут уже в нашу облачную команду, мы их заносим в какой-то список. И самое главное для себя, мы формируем вот такую вот табличку. Ее можно формировать в серымке, в просто таблицах или где-то еще. Что мы сюда заносим? Мы сюда заносим те компетенции, те навыки, которыми обладает этот специалист. Потому что вот здесь, например, идет табличка дизайнеров. И один дизайнер, он может прекрасно рисовать рассылки и баннеры, но совершенно не справляться с лендингами и продающими страницами. И это совершенно нормально. И поэтому мы просто подразделили те типы задач, которые нам нужно делать, и поставили метки, кто у нас с какой задачей отлично справляется, какой средний чек у этого человека. И когда нам нужен, предположим, дизайнер, чтобы нарисовать письмо рассылки, мы идем смотрим, кто у нас лучше всего справляется. Ага, Александра, отдаем рассылку ей. Вот. И таким образом мы работаем с нашей облачной командой. Обращаемся к ней именно по мере появления задач. Где мы ищем фрилансеров? Мы ищем фрилансеров именно на Quark. Вы можете искать на любых других биржах. Чем удобен Quark? Когда вы работаете с фрилансером, во-первых, вы совершенно спокойно можете пополнить по безналу и получать сразу закрывающие документы. Во-вторых, вы полностью защищены, потому что фрилансер получает деньги только после того, как вы подтвердили заказ. Если он внезапно сорвал сроки или сделал не то, что нужно, вы совершенно спокойно отменяете заказ и получаете деньги назад. То есть вот такая вот протекция сделки на Quark введена по умолчанию. Соответственно, это большая безопасность для того, чтобы начинать работу с фрилансером. Да, и у нас еще есть вот такие небольшие видеоролики с обучением. Если интересно, как работать с фрилансерами, и вам действительно это нужно, вы не знаете, вот можете сканировать этот код и посмотреть видеоролики. Там очень подробно, очень четко все расписано, как заходить, как выбирать фрилансера, как ему составлять ТЗ и так далее. На самом деле, мы постарались сделать для наших заказчиков вот такую подробную инструкцию для того, чтобы было понятно вообще, как работать. Ну и вот обещанные кейсы. Я сейчас расскажу на примере нас, что мы заказывали фрилансерам, сколько мы экономили и вообще какой результат получали. Штатных дизайнеров у нас не было. Первые четыре года нашей работы, это я уже говорила. Сейчас у нас есть дизайнеры, ровно один. На весь наш большой проект, на ru.com и на комп проект, то есть у нас два проекта, ru и зарубежный, у нас всего лишь один дизайнер, плюс штатная команда, точнее облачная команда наших дизайнеров-фрилансеров. И на самом деле мы ездим на выставки, мы постоянно делаем какие-то акции, мы постоянно дорабатываем интерфейсы, и один наш штатный дизайнер плюс команда облачных дизайнеров прекрасно справляются. Вот это мой любимый кейс, потому что он как раз демонстрирует ту самую гибкость и решение большой задачи за короткий промежуток времени. Нам нужно было сделать SEO-лендинги для того, чтобы сервис хорошо продвигался в поисковиках. То есть в какой-то момент времени мы поняли, что у нас на самом деле много ключевиков. Фрилансеры выкладывают услуги на сайт, и там очень много типа сделаю лендинг, сделаю креативы, напишу тексты и так далее. То есть много вот таких ключевых запросов. И чтобы мы в поиске появились по всем этим ключевым запросам, мы решили сделать лендинги. Мы поняли, что у нас их на самом деле огромное количество будет. 2000 SEO-лендингов мы запланировали в первую операцию. Сейчас у нас порядка 4000 лендингов уже к текущему моменту. И вот первую партию 2000 лендингов мы сделали следующим образом. Сами лендинги мы динамически смоделировали, то есть они там подтягивались услуги фрилансеров, подтягивались нужные картинки, кейсы, но нам нужны были тексты. И тексты нужны были, которые будут с одной стороны SEO, но с другой стороны написаны человеческим языком, чтобы можно было читать, ну и не плакать. Да, как бывают SEO-тексты такие напишут, что страшно. Поэтому мы решили обращаться к фрилансерам. Мы набрали команду фрилансеров, которые нам моментально, буквально за 3 месяца, написали все эти тексты, и за 3 месяца постепенно мы эти 2000 лендингов сделали. И на самом деле это было намного дешевле, чем если бы мы брали штатных копирайтеров, загружали их задачами, и это еще и было намного быстрее. Поэтому вот для таких задач, на мой взгляд, ну, фрилансер это просто must-have. И вот еще одна задача из той же оперы, когда нам нужно было выходить на западный рынок, к Work.com, и мы поняли, что нам сейчас нужно переводить огромный объем текстов для сайта. Был вариант сделать это через Google-переводчик, но мы очень боялись быть неким таким Алиэкспрессом на Западе, то есть когда нас совершенно не будут понимать. Поэтому нам нужны были переводчики нормальные, те, которые разговаривают нормально на английском языке, и профридеры, которые будут это все вычитывать. Конечно, мы пошли на фриланс, набрали команду, и буквально за 4 недели мы перевели сайт. И это на самом деле для нас было очень критично, потому что мы хотели быстро выходить на западный рынок. И вот то, что мы сэкономили большое количество времени, наняв фрилансеров, это было на самом деле очень здорово. Сейчас у нас есть штатные переводчики, но их мало. Мы всегда все равно обращаемся к фрилансерам, а штатные настолько верифицируют, ставят задачи и проверяют результаты. Вот такой вот формат бизнес-процесса, он на самом деле очень круто работает. Недавно мы делали промо-ролики, тоже делали с фрилансерами, но самое интересное, что иногда мы думаем, нет, все-таки надо пойти к агентству, потому что, наверное, агентство сделает круче, они же там и сценарий продумывают, и все за нас придумывают, и все наши головные боли снимут. К сожалению, это не работает. Вот здесь мы в очередной раз в этом убедились, когда нам агентство, во-первых, за промо-ролик, крутой такой классный по нашей задумке промо-ролик, запросили у нас от 600 тысяч, и там до 2 миллионов и больше. Сначала мы даже с одной студией попытались поработать, 300, по-моему, тысяч на старт мы заплатили, там за сценарий, за все остальное, мы поняли, что это очень затянутый процесс, очень дорого и очень неэффективно. Мы бросили, пошли к фрилансерам. Мы, опять же, наняли команду фрилансеров и сделали 2 ролика для русского и английского сайта, обошлись они нам 84 тысячи и 3 недели. Мы, опять же, сэкономили, потому что мы уже понимаем, как заменить агентство фрилансерами и как решить эту задачу. И все, и в будущем мы уже знаем, у нас есть вот эта вот облачная команда из видеомейкеров, которые нам делают классные промо-ролики. Понадобится новый, мы точно пойдем к ним. То есть вот работая с фрилансерами, вы постепенно формируете эти облачные команды и постепенно, собирая облачные команды разных специалистов, в будущем вы можете очень быстро и легко обращаться к ним, решая задачи просто в мгновение. Как только обратились, так сразу. И причем почему нужно, например, ни одного фрилансера, ни с одним договариваться, а брать нескольких? Это фрилансеры. Это тоже нюанс. Они могут уйти в отпуск, они могут работать с другим заказчиком в этот момент и быть загруженными. Они могут устроиться на работу и перестать работать во фрилансе. Поэтому мы всегда берем нескольких специалистов на одну задачу, на одно направление. Екатерина, у нас осталось две минуты, и у нас есть вопросы. Все, собственно, остальное. И то, что до 80% можно делегировать фрилансерам. И я закончу. Спасибо. Очень интересно. Смотрите, у нас есть вопрос от Владимира Столярова. Вопрос относится к началу вашего выступления относительно найма на работу. Вам не кажется, что выбранная схема похожа на мошенничество и найма работника за бесплатно? С такими фирмами лучше не связываться. Исходя из личного опыта, выбирайте не только вы, но и вас. Екатерина, две минуты. Есть еще один вопрос. Очень-очень странно. Я не поняла до конца этот вопрос. Я не поняла, почему она за бесплатно, во-первых, потому что тестовое задание мы всегда оплачиваем. Это первое, что я хотела бы сразу подчеркнуть. На Кворке вообще в принципе нет возможности что-то сделать за бесплатно. Там минимальная цена 500 рублей, и вы никак не протестируете фрилансера, не заплатив хотя бы 500. Мне кажется, вы просто не сказали о том, что, видимо, тестовое задание тоже оплачивается, а это очень интересно. Это важный момент. Да, смотрите, тестовое задание мы оплачиваем всегда. Будь то найм на удаленку, будь то найм фрилансеров. Это наш такой принцип, да? И что еще по поводу схемы? Схема нормальная. И вы знаете, даже многие сейчас начинают, предприниматели, я читала на ВЦ статьи, когда предприниматели говорят, слушайте, я тут открыл для себя схему, я начал нанимать через фриланс себе на работу сотрудников, потому что я реально отдаю им реальные задачи, смотрю, как они справляются, а потом понимаю, о, его надо брать в штаб. То есть это тоже схема, она появляется даже мимо того, о чем мы говорим. Спасибо. И есть еще один вопрос. Но есть же минус облачной команды, в отличие от штатной. Риск несоответствия сотрудника требованием. На каждый проект тратим время на набор сотрудников. Сложнее контроль за выполнением задач сотрудниками на удаленке в части выполнения качества и сроков. Как вы минимизируете данные риски? Я очень прошу ложиться в минуту. Да, очень большой вопрос. Смотрите, на самом деле это точно тоже бизнес-процессы, которые очень легко выстраиваются. Мы 6 лет работаем с этим, нисколько не сложнее. Во-первых, когда вы нанимаете фрилансеров, вы их нанимаете на новый проект, но вы их складываете, грубо говоря, в копилку. И потом у вас все меньше и меньше нужно заново просматривать и заново нанимать. Вы обращаетесь уже к тем же самым. По факту вы обрастаете вот этими фрилансерами, и за какое-то количество проектов вы уже собрали себе эти облачные команды. Все. Потом вы работаете с теми, кого уже отобрали. По поводу контроля. Вы без проблем можете работать через биржу. Там фиксируются все требования, что вам обещал фрилансер, что вы просили. И если фрилансер выполнил не так, как нужно, вы без проблем можете обратиться в арбитраж, вам вернут деньги. То есть это тоже все делается достаточно просто. Опять же, там фиксируется срок заказа. Это тоже очень важный момент. Для многих проблема работы с фрилансерами связана с тем, что фрилансеры срывают сроки, дедлайны. На самом деле, на бирже Кворк, когда вы делаете заказ, фиксируется срок, идет обратный отчет. И если фрилансер в срок не уложился, вы тоже можете получить назад деньги. Поэтому все эти вещи, они просто нужно попробовать. И через время, буквально через несколько заказов, вы понимаете, что это несложно. Продолжение следует...